Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать фундаментальные события, анализировать то, как они сказываются на тех торговых идеях, которые мы транслируем по ключевым финансовым активам. Сегодня последний день недели, впереди выходные. Друзья, это не может не радовать. Я, как и всегда, советую провести их очень хорошо, потому что на следующей неделе мы вступаем в новый месяц. Крайне высокая волатильность, и будет очень много событий. Вместе будем следить за всем, что происходит на рынках, и вместе будем стараться конвертировать все эти фундаментальные возможности в хорошие и прибыльные сделки. Ну, давайте поговорим, что у нас сейчас интересного. Нефтянка 6053, мы оказались выше сопротивления. 60 сейчас уже этот уровень выступает поддержкой, но в то же время, так же, как и ранее, я транслировал идею продажи, я настаиваю на том, что участники рынка сейчас совершают ошибку, делая выводы о якобы наличии хороших условий и оснований для дальнейшего роста этого рынка. Возможно, локальную поддержку ценам оказал доклад ОПЕК, о котором я говорил по факту перевыполненных соглашений по снижению нефтедобычи. Возможно, поддержку рынку оказало нежелание США снимать санкции с Ирана. Может быть, есть еще остаточный эффект воздействия на котировки данных по запасам нефти, которые, как вы помните, в среду, по данным администрации энергетической информации, очень резко снизились на 10 миллионов, хотя ожидали более скромное снижение. Но в то же время хочу сразу реабилитировать, как бы, эту статистику в глазах продавцов одновременно с выходом данных по запасам был четкий сигнал статистически о том, что объем нефтедобычи в Штатах значительно вырос, и рост производства составил 200 тысяч. Фактически, в Штатах уровень добычи достиг нового рекордного показателя, максимум в 12,5 миллионов баррелей. Очень странные цифры, признаюсь, друзья, потому что мы на протяжении последних месяцев постоянно констатировали сокращение количества нефтяных терминалов в США. Это должно было отразиться, ну, как минимум, если не на сохранение прежних уровней добычи, то, возможно, даже на оснижение производства. Но по факту вы видите, что вместо того, чтобы производство снизилось, оно выросло на 200 тысяч. Даже при динамичном вводе в эксплуатацию все новых и новых буровых у нас не было такого прироста. Что это значит, друзья? Это значит то, что смещая по-прежнему внимание на перспективу роста мировой экономики, допуская грядущий неизбежный спад промышленного производства, мы должны понимать, что при дальнейшем замедлении мировой экономики, рост предложения будет выступать еще одним серьезным якорем для котировок. Вот по этой причине я абсолютно уверен, что пока у нас есть возможность говорить о идущей полноценной торговой войне, тарифной войне, валютной войне, пока у нас со всех регионов приходит доказательство скорой рецессии в виде инверсии доходности, кстати говоря, буквально сегодня мы выложим видео, где я подробнее расскажу про то, что же это за зверь такой, инверсия кривой доходности, и что она сулит, в принципе, для будущих темпов мирового экономического роста, является ли она на самом деле предвестником рецессии. Кому будет интересно, посмотрите, друзья. Резюмируем по нефти, короткие позиции в приоритете, я их сохраняю, и пока что не знаю, из-за чего я могу отказаться от такой ставки именно по рынку энергетики. Доллар иена 106.39, здесь особо ничего интересного нету, данные по темпу экономического роста, которые вышли накануне по штатам за второй квартал, в соответствии с ожиданиями, оказались слабее, 22,1%, при этом рост потребительской активности в виде расходов оказался на уровнях даже неплохих. Но как это повлияет на позицию Федрезерва, для кого-то может быть и не ясно, для меня ясно, ФРС точно не свернет с пути смягчения экономической политики, потому что нужны проактивные действия, даже не как реакции на какие-то очевидные проблемы, а на то, чтобы не допустить ухудшения экономической конъюнтуры в будущем. Поэтому и Трамп, в принципе, призывает ФРС к активным действиям в виде снижения процентной ставки. Если американский регулятор наломает дров и в сентябре будет не столь мягок, как должен, то ждем жестких интервенций словесных со стороны Трампа. Поэтому доллар и иена в председательной продажи. Золото 1526. Снова, друзья, ориентирую вас на повторный тест сопротивления 1550. Думаю, что мы доберемся до Тудли в очередной раз. Заберем с рынка очень такой лакомный кусок прибыли. Пока что спрос на защиту сохраняется. Давайте этим пользоваться. Евро против доллара. Тут снижаемся. Уже совсем скоро пойдет уровень 1,10. Мы с вами делаем акцент на слабую статистику, уровень доверия потребителей. И вчера, как стало известно, оказался на минимуме с августа 2016 года. Я думаю, что значения будут еще хуже. Но, опять же, еще не вечер. Дальше, в последующие месяцы мы будем с вами вместе констатировать ухудшение статистики и, в принципе, ситуации в рамках валютного блока. Сегодня в 12.00 выйдут данные по инфляции. По прогнозам, базовая инфляция останется на отметке 1%. Точнее, чуть вырастет с 0,9%. Я думаю, что, скорее всего, останется на прежнем уровне 0,9%. И это станет еще одним доводом в пользу важности новых мер экономического стимулирования, которые мы ждем с вами на заседании 12 сентября. Евро под давлением. Фунт тоже самое. 1,2182 сейчас котировки. Я ориентирую вас, друзья, то, что на следующей неделе нас ожидает период гиперволатильности. Из-за того, что мы по-прежнему говорим о Брекзите, о росте политической неопределенности. Только в последние дни произошли очень серьезные изменения. Премьер-министр Борис Джонсон, который является непримиримым сторонником жесткого Брекзита, считает, что самым лучшим выходом для того, чтобы у парламента не было возможности заблокировать решение об этом жестком выходе, и по версии Джонсона, выходе из политического тупика, в котором долгое время находилась ТРЗМ, он не хочет повторять ее ошибок. Самым лучшим решением было приостановить работу правительства. В принципе, он получил поддержку даже от королевы. Соответственно, с 11 сентября парламент, его работа будет приостановлена. Если парламент хочет ответить такими же проактивными действиями, если по-прежнему придерживаться позиции недопущения жесткого Брекзита, им необходимо будет действовать уже на следующей неделе. Что значит действовать? Это добиться отставки Джонсона и проведения последующих выборов. Поэтому, как и говорил неделю-две недели назад, друзья, у нас в первые дни после выхода парламента с каникул будет очень жаркие сессии по британскому рынку. И если дело дойдет до вотому и доверия, я думаю, что фунт очень лихо и быстро окажется ниже отметки 1.20. Доллар канадец сегодня имеет все шансы, чтобы укрепиться больше, чем на 100 пунктов. Сейчас котировки 1.33, допускаю, что закрытие сессии будет поближе к уровню 1.34. Мы ждем данные по темпам экономического роста, слабые цифры, по которым могут усилить наши ожидания того, что и Банк Канады примкнет к прочим регуляторам, которые начали смягчать экономическую политику. Поэтому в 15.30 перевариваем данные по ВВП и настраиваемся на ралли по паре доллар-канадец. И австралийство этих долларов все ниже и ниже, ближе к нашей цели 0.65. Сейчас котировки 0.67.14. И все инвестбанки, да и вообще всех, кто интересуется австралийцам, прекрасно понимают, что только туда вниз открытся сейчас путь на фоне ожидания еще более агрессивного смягчения экономической политики со стороны Резервного банка Австралии. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.